Информационное вещание на канале ТВК продолжается. Мы готовы принимать ваши звонки. Я напомню, наш номер 265 45 00 или присылайте смс на номер 9020 с пометкой ТВК. Мы обсудим любую тему, в том числе, например, и такую. В Гурсовете обсуждают отмену прямых выборов мэра. За вы или против? Звоните нам в прямой эфир. И у нас есть уже первый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы за выборы мэра или против? Я против. Почему? Я против выборов мэра. А вот почему. Потому что каждый человек, когда будет выбирать депутата, он будет думать, что этот депутат может стать мэром. А чтобы не шли в депутаты непрофессионалы. Я проехал, помните, Абонский район, Тосеевский район, Краснопартизанский район. Там глава, значит, края не мог снять, значит, главу Абонского района. Это бедный Абонский район, разваленный полностью в руинах. А партизанский район. Да это неуправляемость будет. А когда будет у губернатора края сила, и тот губернатор, мэр не будет, или глава операции, что меня выбрал народ, а ты не имеешь права меня снять с работы, а я развалю и ворую. Ну вы же помните Абонский, Абон, значит, главу Абона не могли снять. Почему? Потому что он говорит, а меня народ выбрал. Так вот народ должен думать, кого выбирать. А потом, чтобы была управляемость и рост экономики, нужно все-таки губернатору край дать больше власти в этом вопросе. Чиновники у нас виновны в том, что у нас разбито сельскохозяйство и промышленность. Это вы знаете. Вот мое мнение. Спасибо вам за ваше мнение. Звоните нам в прямой эфир. Возможно, вы думаете иначе. Я напомню некоторые темы сегодняшнего выпуска. Красноярск занимает первое место в антирейтинге по долгам по зарплате. Это данные Росстата. Очередная авария с автобусом произошла сегодня на Металлургов. Как утверждают водители, оба ехали на зеленый. Депутаты купили планшеты, а импортные медицинские товары запретят продавать в России. Наш телефон для ваших звонков 265-45-00 или отправляйте сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Вы за или против выборов мэра? Я за выборы, потому что народ должен выбирать, по-моему, именно ты не руководить. Вы ходите обычно на выборы, вот сами-то? Да. Не пропускали? Да. Нет, не пропускай. Я каждый раз хожу на выборы. А ваши знакомые, родные, вот как вы можете прокомментировать, ваш круг общения так же активен, так же сознателен, как вы? Или все-таки есть люди, которым напоминать приходится, ну, исполнить? Мои знакомые, друзья, все ходят на выборы, и мы, как бы, единогласно поддерживаем такую точку зрения, чтобы, ну, ходить на выборы и выбирать, ну, законодательную власть, там, президента, ну, ну, за выборы, в общем. Мы сами должны выбирать тех, кто будет руководить районными, ну, в общем, страной, там. А как вы думаете, а почему такая низкая явка обычно на наших выборах бывает? Низкая явка бывает из-за того, что народ со временем теряет доверие к нашей власти, потому что власть, как принято, просто, ну, мы много слышим, но мало видим, что они что-то делают. Вот, и поэтому хотелось бы, вот, чтобы больше было дел, меньше слов. Спасибо вам большое. Да, да, так говорите. Потому что, как говорится, ни что, не уношает большего доверия, чем убежденность, выраженная в этой студии. Лог. Спасибо вам большое. Звоните нам в прямой эфир по телефону 2-65-45-00, присылайте свои сообщения на СМС-сервис 9020 с пометкой ТВК. Сейчас немного полезной информации, мы вернемся в эту студию. И мы продолжаем общение в прямом эфире. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, как вас зовут? Меня зовут Валентина Степановна. Вы за или против выборов мэра? Я против. Я считаю, что вот эти выборы, это все показуха. Народ вообще на выборы не ходит. Вот сколько были выборов большие. Ну, 20% придет и все, потому что люди разуверились. Они не верят, что произойдут какие-то фундаментальные изменения. Вот поэтому пусть там сами выбирают, кого хотят. А людям это уже абсолютно безразлично. И потом я хочу еще сказать, что когда проходит выбор, вот Толоконского выбирали, поставили Побелата и Серебрякова. Вообще понятно, что назначен человек. Ну ведь зачем эти выборы проводить, зачем тратить деньги, зачем эти бумаги столько писать. Вот я считаю, что поставили лидера, он и победит. Зачем эти вообще выборы? Вот это для проформы. Вот так, все. Подождите, а вам лично тоже выборы не нужны? Я вообще на них не хожу. А как вам живется, когда за вас принимают решение? Как мне живется? Я знаю, что как хотят руководители государства, так и будет. То есть вы с ними не пересекаетесь? Как говорится, до лампочки. Ясно. Спасибо вам за мнение. Звоните нам в прямой эфир. Я могу прочитать некоторые смс-сообщения, потому что к нам пишут зрители, которые только за выборы. За выборы. Это второе сообщение. Россия идет в прошлое. Это позор. Мэр должен выбирать город, а не губернатор. Народ должен выбирать, кому с ним работать, а не кто-то за народ. Выбирать должны горожане. Все это сообщение, которое приходит нам в прямой эфир на смс-сервис 90-20. Пишите нам сообщение с пометкой ТВК. И есть у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите. Алло. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Вы в прямом эфире. Я в прямом эфире, но, видимо, я немножечко на втором, да, была на второй очереди, потому что я не по поводу выборов. Так, говорите. Я позвонила по поводу информации, поступившей о том, что приобрели для наших госслужащих планшеты вместо бумаги. Так. Вот, меня зовут Ольга, я жилинда Красноярска и возмущена крайне, как и вся моя семья и все мои родственники. Буквально взорвались мы от этого сообщения. Меня просто интересует вопрос, а что на листах формата обычного белой бумаги законы для горожан, для пенсионеров, для малоимущих не так пишут, как вам на планшетах, за два, сколько там, я не помню, сумму, два с лишним миллиона рублей. Вот где совесть? Вот вы мне скажите, пожалуйста, где совесть у наших, будем так говорить, я даже не знаю, как их назвать, вот у меня нет, я не могу подобрать слово, понимаете, как их назвать, ратующих за наше, будем так говорить, благосостояние, да, за тех, за кого мы голосовали, за кого мы верили, за кого мы, будем так говорить, рвали души, говорили, что мы надеемся на вас, вы будете за нас, вы нас поддерживаете в трудной ситуации, вот сейчас трудная ситуация в стране. И что мы видим? По бегущей стране, в строке новости, из бюджета края приобрели планшеты, а у них что, зарплата понизилась, у них что, нет собственности планшетов для работы? И чем, вот просто обыкновенный вопрос, чем обычная бумага отличается от планшетов? Почему нельзя на бумаге писать свои записи, принимать решения, обсуждать их, для чего планшеты из бюджета края приобретать? Вы бы лучше эти деньги отправили из бюджета края для того, чтобы помочь ипотеке выплатить, да, для малоимущих, для многодетных, для бабушек, пенсионеров, которые трясущими себя руками платят последние копейки за капремонт. Ну слушайте, ну это просто надевает социальная революция в Красноярске. Вот честное масло, я пенсионер, я 25 лет проработала в МВД, я получаю пенсию сейчас, но я, будем так говорить, законопослушный гражданин, я плачу все невыходимые там выплаты, но когда я прихожу и вижу, как эти старушки в первую очередь бегут платить капремонт, у меня, понимаете, слезы на глазах, что вы делаете, как так можно, наши уважаемые избиратели. Я понимаю ваши эмоции, спасибо вам большое за комментарий, мы вынуждены прерваться. Я думаю, ваши комментарии услышали.